здравствуйте друзья часто бывает вопрос таки знаете говорят в этом в америке живете вам видней там вот не могли бы вы зайти там на кэмпус фейсбука и спросить у них там вот пусть там рядом вот поэтому у меня вот такой вопрос значит такого типа добрый день михаил меня зовут андрей живу и тружусь в городе туля вот хорошо бывал очень давно стал вашим подписчиком по мере возможности стараюсь не пропускать ваши видео спасибо но времени катастрофически не хватает как я вас понимаю господи очень нравится то что вы делаете много позитива рассудительных историй так не пропьешь не пропьешь мудрость а не пропьешь так где маячки тени по молода даже жена порой смеется и говорит но что опять со вторым отцом разговариваешь сколько шаги отцов то ну ладно так со вторым ладно я буду вторым по сути она права для меня уже наверно больше чем простой блогер из сша но ближе к делу нашел в туле помимо пряников и самоваров пряников и самоваров и оружие слушайте уже не так плохо уже и пряники и самовары и оружие так и у них еще есть сейчас набирают обороты белевская пастила по оригинальной рецептуре фабрики прохорова 1888 года это уникальный экологический продукт из яблок яичного белка и сахара для здоровья хорошо сахар особенно так в россии неплохо расходится по регионам через различные сети к производству имею прямое отношение рынок сша да и европы совсем не освоен естественно если так все только начинается идея продавать этот продукт сша не дает мне покоя даже совместно с партнерами разработали новую упаковку дизайн логотип казалось бы все есть и даже турвиза в сша но с чего начать не знаем английского ни у кого нет но возьмите с собой кого-то кто говорит тогда по английски переводчика возьмите прошу у вас совета как поступить начать самим то есть приехать в сша пожить посмотреть поискать выставки или все-таки найти заинтересованная инвестора с помощью которого выход на рынок будет значительно быстрее подскажите где и на каких площадках поискать таких людей ассортимент продукции огромен сейчас запускаем линейку фитнес надеюсь на ваш совет а чё у нас совет на все случаи жизни ну чё друзья мне изначально нравится сама идея то есть люди что-то такое вкусненькое делают хотят продавать там в других местах им нравится их собственный продукт вы видите по тексту автора письма он как бы гордится вот тем что он что-то хорошее такое делает это здорово потому что могу сказать что столько раз сколько ко мне обращались какие-то предприниматели вот из российской федерации обычно это было связано с тем как очень такой какой-то откат сделать начали нам шлют деньги мы там себе чего-то берем потом его отстегиваем в общем все было вокруг откатов каких-то здесь как-то все-таки ну производство это хорошо стартапы хорошо это фактически продовольственный стартап такой значит конечно всякое дело требует знания чего ты делаешь и в данном случае у них такой элемент новизны да то есть они не знают даже как подступиться и обращаются ко мне которые тоже не в этом бизнесе совсем я же не не произвожу там продуктов питания и не реализую и не помогаю там производителям их реализовать там как брокер там и тогда то есть я как бы очень-очень-очень далек от этого всего поэтому мое такое значит рассуждение будет можно сказать не профессиональным а таким житейским бытовым значит я могу сказать что люди живущие в сша не любят не доверяют иностранным продуктам за исключением нескольких состоявшихся брендов например допустим там шоколад из бельгии да да бельгийский шоколад мы все знаем это хорошая вещь аналогично из германии аналогично из швейцарии все без вопросов допустим что еще бывает из иностранной еды ну вот что то есть такое и вина французские например да французские вида мы все понимаем коньячок там нормально когда например вина изумительные вина пытались вот и сейчас надо пытаются чилийские и австралийские они очень дешевые хорошие вина понимаете но уже ты не можешь их продавать по ценам американских винтам калифорнийских например она не идет по этой цене даже если она лучше казалось бы значит вот здесь некоторые недоверие вы не можете продавать мексиканскую еду это как бы сразу же то есть мексика это символ того что там грязно там антисанитария люди которые идут в мексику отдыхать если они там где-нибудь не дай бог из крана водички попили то уже и заболели тут же и так далее поэтому если есть какие-то такие вещи американцы и поэтому путешествовать любят многие предпочитают внутри страны безопасно понимаете безопасно те же гавайи безопасно это не мексика в мексике опасно в мексике опасно находиться за территорией курорта мало ли что понимать и пошло и поехало поэтому продукты из россии вам надо будет не просто что-то вкусненькое привезти а вам надо будет сломать стену такую защитную да в ментальности людей которые говорят из россии продукт но если только не водка знаете да и водка в америке знают водку смирнов но ее же не в россии делают ее когда-то может там сто лет назад в россии это все-таки не российский продукт вы можете пойти в русский магазин конечно ну да да мы мы покупаем там шоколад каркунов можем взять почему нет чем такое вот но если мы говорим про рынок американский то я бы сказал что надо эту пастилку упаковывать в американское то есть это должен быть американский продукт значит я так понимаю что поскольку это оригинальный рецепт 1888 года то никаких патентных прав там нету и вы никому ничего не должны то есть никто с вас копейки за это там не потребует кроме того совершенно не обязательно чтобы это называли вот этим этими словами и чтобы вы говорили что это рецепт 1888 года я я не думаю что в америке это произведет на кого-то сильное впечатление то есть по-русски я вас очень хорошо понимаю вот потому что мы все прошли через советскую систему которая испоганила то что было до нее поэтому когда вы где 1888 его а это еще до того как испоганили это еще может быть хорошая вещь понимаете вот в америке такого нет они я не уверен я нигде не видел чтобы там какую-то постилку или какой-то рецепт но не ну бывает там говорят вот пиво там 12 века рецепт до бывает из европы такое встречал но и это это не самое распространенное не самое ходовое пиво значит что еще сказать то есть я бы это подавал как американский продукт значит соответственно у вас должна быть какая-то корпоративная регистрация в соединенных штатах есть ну это небольшая проблема но есть вопрос ответственности вот допустим кто-то съел вашу постилку так и отравился и вы можете сказать нашей постилке нельзя отравиться но это вы говорить будете в суде понимаете да то есть сначала вы окажетесь в суде а потом вы будете в суде объяснять что отравиться ей было нельзя и отравился он тем что вчера с вечера и ел чеснок с пивом со сметаной и с протухшими фрикадельками понимаете но подаст вам суд на вас поэтому значит всегда есть вопрос кто отвечает вот если я например приз американский производитель постилок то я и отвечаю у меня страховка есть называется продакт лайбилити продакт лайбилити иншуранс если я эту постилку импортировал из другой страны то вот та организация которая импортирует она должна приобрести вот этот иншуранс и это не такой иншуранс который легко приобрести в том смысле что есть компании которые специализируют сам и так далее но в принципе это не то же самое что национальный национально произведенный продуктом и так далее импортер должен иметь эту страховку иначе ни один магазин не будет этого продавать потому что да значит магазин как бы отвечает если страх если магазин сам привез страховки нет вот он сам за все отвечает подставлен на всю катушку поэтому вам придется вот в этих вещах немножко разбираться но конечно самое главное это понять как вы это продадите поэтому значит если вы не хотите бегать по магазинам и говорить вот наша постилка хотя вы можете так поступить зависит от от объемов ваших поставок но вы можете ходить по магазинчикам и предлагать но в принципе конечно правильнее договориться с крупным поставщиком который берет сразу большие партии и раздает их там по своим точкам и так далее целое хозяйство ну конечно так и так удобнее вы можете начать так ну просто чтобы не скучать вы можете начать с русских там магазинов их много у вас будет какой-то спрос значит есть базы которые там значит держит это все есть организации которые закупают если вы зайдете скажем в русский магазин там в нью-йорке в лос-анджелесе в сан-франциско вы увидите там очень очень много товаров из из украины очень много и из россии есть селедочка белорусская ну кто-то же закупает понимаете вот значит вот эти люди которые занимаются вот этими поставками должны с ними войти в контакт для этого не обязательно приезжать в россию в америку но можно приехать и для этого не обязательно говорить по-английски то есть они вас поймут уже уже сейчас и может быть они вас проинструктируют о том как выйти на более широкий рынок но может быть они вдоль захотят быть но почему вам не взять вдоль вот таких людей которые уже в америке и уже там что-то знают я не знаю вот вам безусловно нужен кто-то кто вас проведет у вас есть продукт но вы не знаете как его продавать значит вам нужен кто-то кто компенсирует ваш собственный недостаток опыта в какой-то области значит берете человека и все можете его в долю взять вы можете его взять там на зарплату я бы брал в долю или там на небольшую зарплату ну там достаточно символическую и долю но он должен быть проверен он должен знать о чем речь идет значит он должен вам представить план когда вы его нанимаете как он это будет делать там и так далее ну в общем вы должны конечно будете хорошую работу серьезную провести по нахождению и отбору вот этого человека который поведет вашу американскую компанию скорее всего вам придется инкорпорироваться в соединенных штатах вы приедете зарегистрируете компанию это несложно и не недорого все это вот в зависимости от того как вы ее структурируете то есть есть у вас партнеры нет партнеров на каких основаниях есть ли у вас инвесторы вы можете инвесторов найти на месте у себя там в той стране где вы живете почему в России денег много у людей вот если они поверят первое в то что ваш продукт может иметь успех второе в то что вы в состоянии имея успешный продукт довести его до какой-то прибыли осмысленные и так далее вы и дома легко найдете деньги вот но конечно если вы на таком уровне сейчас что вот вы спрашиваете а как нам может быть вы подскажете и так далее то я вам сейчас копейки бы не дал не под что пока видение нет механизмов нет ничего нет то есть вы не можете прийти и сказать вот наш бизнес план сюда положили столько сюда столько сюда столько через два года отбили деньги там еще через два вышли там на плановый уровень прибыли и так далее ничего нет поэтому разбирайтесь хорошие проблемы честно вот я считаю что это очень здорово что вы озаботились такими замечательными вещами вот так что всегда когда ты что-то хочешь сделать не хватает у человека экспертизы не хватает значит нужно вовлекать в команду людей которые могут сделать вот я не хочу вам ставить пример там каких-то гениев там этого дела но в принципе и гении тоже вот допустим два аспиранта Стэнфордского университета основатели компании Google чего бы они достигли в этой жизни если бы их не упаковали специалистами по бизнесу понимаете у них были технические идеи это правда но их же упаковали вот так что вам надо тоже до упаковаться либо вам инвесторы помогут до упаковаться либо дайте я камеру поверну либо вы сами там сообразите ну во всяком случае вот я бы так делал счастливо поговорим вот ву вот вот ву Продолжение следует...